Добро пожаловать и спасибо за вашу верность. Я очень рад новой встрече с вами и приготовил послание для вас. Сегодня я бы хотел поговорить о четырех измерениях Божьей любви. Одно из самых коротких, актуальных, сильных высказываний Библии – «Бог есть любовь». Это невероятное заявление, которое красной нитью проходит через всю Библию, Ветхий и Новый Завет. Мы видим, что данное заявление очень ярко подчеркивается в Салмах, через пророков и, конечно же, в Новом Завете. Важно сказать, что даже если это заявление сильно оспаривается многими людьми, и даже если страдания мира бросают вызов этим словам, невозможно стереть, удалить или убрать их силу. «Бог есть любовь». На самом деле это заявление восполняет наши глубочайшие потребности. Мы все испытываем нужду в том, чтобы знать, что мы любимы, и в том, чтобы любить. Если нет любви, если мы лишены любви, тогда нет глубокого смысла жизни. Любить – значит дать, делиться. Мы нуждаемся в этом. Это также значит надеяться, прощать, прощать себя и идти вперед и стремиться в будущее. Любовь всегда направляет нас в будущее. Бог есть любовь. Как я уже сказал, это утверждение отражается во всей Библии. Но Новый Завет показывает нам, что Бог не только говорил о Своей любви, Он также доказал Свою любовь. Бог доказывает Свою любовь тем, что, когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас. Здесь мы видим всю суть этих слов. Наивысшее проявление силы и ценности Божьей любви во Иисусе Христе. Он – Божий дар для нас. Он – мощное откровение Божьей любви к нам. Высшее доказательство. Иисус, Который отдал Свою жизнь, Который умер за нас на Голгофском кресте. Вот наивысшее доказательство Божьей любви. Давайте теперь рассмотрим четыре измерения Божьей любви. Откуда вообще возникла мысль о четырех измерениях? А находим мы ее, конечно же, в Священном Писании. Я прочту вам два стиха из послания к Ефесиным. Это третья глава, восемнадцатой и девятнадцатой стихи. Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота и уразуметь превосходящее разумение – любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. Широта, долгота, глубина и высота – вот они, четыре измерения, о которых я хотел бы поговорить с вами. Широта говорит нам о масштабе и принятии Бога. В разуме невольно возникает образ Иисуса Христа, распятого, с пригвожденными к дереву руками, который претерпевает муки. Этот образ также заставляет меня думать о Божьем принятии. Бог принимает каждого, и Он обещает каждому человеку на земле, а нас с вами около семи миллиардов, а может и больше. Итак, Он обещает, что Он лично, полностью, без исключения, принят им. Божья любовь принимает каждого человека без исключения. У подножия Креста есть место для каждого. Для тебя всегда есть место у подножия Креста. Принятие Божьей любви – это и есть широта. Что такое долгота? Долгота Божьей любви заставляет меня задуматься о Его постоянстве и также о Его настойчивости, Его терпении. Божья любовь невероятно терпелива. Как может Бог терпеть все то зло, которое Он видит? Как Он может видеть столько зла? Мы бы не выдержали даже один миг, увидев все то, что Он видит. Тем не менее, Божья любовь долготерпелива. Долгота – это долготерпение Божьей любви. Долгота Божьей любви восхищает нас. Она подобна солнцу, которое светит постоянно. И в каждом мгновении всегда по максимуму. И вот таким образом долгота Божьей любви говорит о Его постоянстве. Он любит нас и сегодня, и завтра. Он будет любить нас с той же силой, что и сегодня, и послезавтра, с такой же интенсивностью, Он будет любить всех нас. А Вы всегда любимы таким образом. Я любим Богом с той же мощью Божьей любви точно так же, как и солнце светит надо мной в каждом миге и по максимуму. Божья любовь – это не такая любовь. Но если стану лучше, если изменюсь, или потому, что я изменился, либо потому, что я согласен измениться, эта любовь вопреки всему обозначает у меня есть неограниченная любовь. В моем распоряжении есть любовь неограниченная по всей своей и широте, и долготе. Ну а третье измерение – это глубина. Глубина Божьей любви, которая до такой степени опускается, чтобы достичь самое дно, самого падшего, того, кто глубоко застрял в страданиях и бедствиях. Божья любовь может добраться до глубины. Послушайте это слово. Это 39-й псалом. «Твердо уповал я на Господа, и он преклонился ко мне и услышал вопль мой, извлек меня из страшного рва. И он и сказал такие слова. До основания гор я не сшел, но ты, Господи Божий мой, изведешь душу мою из ада». Божья любовь имеет эту способность и силу достигать нас в наших самых глубоких страданиях, в наших самых глубоких нуждах. Божья любовь способна вывести нас. Я бы мог рассказать столько жизненных примеров, свидетельств о том, как Бог выводил из множества различных страданий и молодых и пожилых людей, чтобы дать им надежду, чтобы их поднять на поверхность и затем дать им жизнь с избытком. Глубина Божьей любви заставляет нас вновь подняться. Если закон притяжения заставляет нас опускаться, грех притягивает нас на дно. То сила Божьей руки и Божьей любви поднимает нас на поверхность снизу вверх, с самого дна. Вы можете воззвать Духу Божьему простой, честной и искренней молитвой. Прямо сейчас вы можете молиться. Бог услышит вас, так как Его любовь обладает глубиной, и Он силен вывести вас. Четвертое измерение — это высота. Это говорит нам о надежде, о будущем, и это означает, что мы посредством любви Божией имеем надежду вечной жизни. Мы знаем, куда идем, когда вы соединились с Божьей любовью, соединились с Иисусом, когда вы просили прощения за грехи, покаялись, когда вы получили Божье прощение, и любовь Божия вошла в вас, в этот миг вы получили вечную жизнь, и это само по себе просто невероятно. Божья любовь обладает этим измерением. Она дает нам надежду вечной жизни. Я хотел бы завершить следующими словами. Пережить Божью любовь это намного больше, чем эмоциональный опыт от реальности. Вспоминаю, как мы множество раз молились за людей, чтобы они пережили Божью любовь и были открыты для нее. Бог прикасался к людям либо мгновенным, либо через время, но так или иначе, каждый раз Божья любовь проникала в открытое, восприимчивое сердце. Это и есть условие. Если вы открыты и восприимчивы, вы сможете даром получить Божью любовь. Это будет больше, чем просто эмоциональное переживание. Это будет реальность, которая повлияет на вашу жизнь, на все ваше существо. Я пережил это много лет назад, но по сей день могу описать это переживание, так как это было больше, чем просто эмоции. это глобальным образом повлияло на мою жизнь и на мое будущее. Божья любовь требует отклика от вас, от меня, от каждого из нас. Мы должны лично откликнуться на Божью любовь. Не забудьте о четырех прекрасных измерениях Божьей любви, которые, как и написано в послании к Ефесянам, третьей главе приводят нас к полноте. Это широта, долгота, глубина и высота. Пусть Бог благословит вас и даст вам лично пережить эти прекрасные измерения в своей жизни. Продолжение следует...